приветствую всех еще не имеется не имеется не имеется вот есть такой модик массивы менинг пак но он доставляет гигантские шахты гигантские по моему обогатительные заводы и гигантское хранилище плюс еще такой мощный коннектор вот картинку можно закрыть у нас этот мод имеет такой номер 210 274 160 и в конце единичка и у нас есть гигантские гигантское хранилище гигантик сторожи ну как всегда копируем на рабочий столб его наверно обзову гигантик сторожевасты копировать переименовать вставить добавим сюда переместим обратно в папочку с модом прошу конфиг и не откроем последнюю строчечку вот эту скопируем тут название скопируем и ставим вот сюда все это можно закрывать сохранение открываем эту папочку вот у нас есть постройка она реально гигантская объем имеет хотя тут 450 тонн а тут каких единицах непонятно у нас типы это хранилище хранилище нам нужно будет скопировать факторы погрузки-разрузки так вот вот этим ставить как бы я сюда уже не влез и не увеличил их значительно эти факторы погрузки и разрушки я уже не помню влазил я в этот файл или нет в умильный и теперь нам надо вот это вот хранилище ресурсов транспорт мусор ну не мусор а в общем басты отходы копировать и мы меняем вот эту надпись ставим для чего я все это делаю делаю по простой причине вот эти хранилища ванильные могут хранить какой-то один только вид отходов и была такая идея как бы у нас по моему там 8 видов отходов вот это вот 450 разделить на 8 и сделать 8 хранилищ тут прописать а тогда мы сможем на одном хранилище на выделять места под все типы мусора ну посему этот файлик мы уже закроем здесь 8 на 8 разделим и делаем вот так потом в игре посмотрим сколько там объемом получилось копировать раз два три четыре пять шесть семь раз два три ухю не туда ухю 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 надеюсь все остальное у нас получится так как надо единственно может нам придется тут смотреть какие-то соединения заводские добавлять поэтому пока закрывать не будем а файлик сах они это закроем за ненадобностью зайдем в игрушечку игрушечка последнее время стала летать во время захода но сейчас тут фу повезло так и кранилища и там кранилища просто я мог не обратить внимание может быть кранилища именно для муцера мы сейчас зайдем у моды и не увидим его показать все давайте глянем хранилища большое хранилище навалочный грузов ладно фильтр объект канализации автобаза трендинг контроль загрязнения монумент очистные сооружения нет пожарная часть самолетная стоянка электростанция с мусором вроде ничего специального нету да ну тогда открываем хранилище и пытаемся его найти пока не обнаруживаем да только не слетает вот два одинаковых нет это не одинаково вот они это ванильное гигантское хранилище вот у нас смотрите 10 то есть не 10 8 отдельных хранилищ тут у нас хранилище на 80 тысяч тонн и вот у нас хранилище на 8 отделений по 10 тонн хранилище у нас это имеет железнодорожное соединение имеет имеет ходы выходы ну естественно оно было под уголь или под железо железную руду сделано автором мода вот мне теперь в принципе нужно будет к нему приписать производственное соединение заводстве вот ну давайте его пока просто так влепим посмотрим и построим а построить так ну весь процесс я наверное сейчас записывать не буду я вам уже показывал в одном из видео как можно делать как прописывать заводские соединения вот у нас есть координата вот этой дороги я ее скопирую в качестве заводского соединения и зеркально поменяю циферки координат это возможно я покажу вам как это делается пускай она сначала построится я че сижу так найти в моды найти в автобазы я эти автобазочки уже отредактировал вот теперь у меня вот этот вот этот дистрибитивный одежь мусорный и они все одинаково называются ладно на 8 на 32 машины а это автобазы технические службы заблуждение вожу то есть был мод на технические службы в общем без разницы я сохраняться тут не буду эту игру вот они не работали ах дорога не получилось пришлось их немножко перепрописывать ну не надо маски парить а у меня появилась были вот эти ли у меня просто вот добавился под маленькие контейнеры да наша родная отечественная но этого чуть больше груз ладно давайте мы напишем саровоз ну родные они родные все равно пускай это импортная она и больше возит а я такие в детстве привык на улицах так о стойте паузу сразу нажму все же я хорошо сделал но вот у нас смотрите у нас есть хранилище и мы говорим хранить только это во втором хранилище только это в третьем только это в четвертом только только это в пятом только это в шестом только это в седьмом только это и в восьмом у нас ну я надеюсь на самом деле то у нас сейчас сработает как бы раздельное хранение если люди отдельно посадали предприятие отдельно опоздавали, то у нас каждое хранилище начнет заполняться само по себе. Единственный вариант, конечно, я не знаю, как это будет отрисовываться здесь жрус, потому что тут, в принципе, навалочный жрус, руда. Можно, конечно, повозиться, прописывать, поискать координаты. Это будет более качественная работа. Поискать координаты вот этих вот всех точек, где там их располагать, чтобы у нас тут, например, как навалочный жрус хранился смешанные отходы. Пока не появляются. Смешанные отходы совсем чуть-чуть появились. Вот у нас биоотходы появились. Ну, не отображается, к сожалению. Я не помню, уголь отображался или нет. Не, уголь отображался. Ну, пока у нас город производит смешанные отходы. А смешанные отходы тут и биоотходы, и органические удобрения, и сжигаемые отходы. Вот, органические удобрения у нас отдельно, как бы, нельзя собирать на контейнерных площадках. Хотя, по отдельности. Биоотходы. А, органические удобрения почему-то у нас появились, хотя тут стоит значок биоотходов. И у нас, вот, нет, органические... А, подождите, ну, нельзя ж тут... Смешанные стальные ломы, алюминиевые биоотходы. Вот у нас тут обозначены биоотходы, но собрали органические удобрения. Тут написано собирать органические удобрения, их почему-то не собрали. Ну, и лома нет у нас. Лом, и пластик появился. Но, в основном, все-таки, вот, смешанные отходы идут у нас. А у них и органика удобрения, и все остальное не отфильтровали, и завод не выделяет. Пусроперерабатывающий завод не выделяет биологические отходы отдельно. Если люди отдельно не сдали, но для меня тоже немножко непонятно. Биоотходы, а она с орган удобрения. Хотя я видел, где-то у меня собирали... Биоотходы наполнены... Биоотходы 10%, орган удобрения 50%. Да, ну, к сожалению, мусор у нас не отображается. Он не отображается. Пожар, надеюсь, потушат. Стройки сохранения... Оу! Блин! Что ж я сделал? Нет, нет, я еще не сделал. Сохранить так. Мне нужно то мое сохранение чистеньким. Вот такое число от рукавого. Сочти три шестерки... Получишь число... Главного злодея. А что такое три шестерки? Это девятка. Девятка это по... Иудейской... Мистике. Аркан познания. Ну, если помните... В истории библейской или околобиблейской... Плод познания... Было запрещено людям хватать. Так. Так, это все с постройкой связанным, да? Кост, кост, кост. Ресурсы аут. Так. Учитли. Ресурсы визуализацию. Ресурсы визуализации есть. Ресурсы... Какой тип ресурса у нас не сказано, но у нас есть точка, где надо визуализовать ресурсы. Возможно, потому что у меня прописано сразу несколько хранилищ. Ну, по идее, должны были по ней идти визуализация. Ладно, придется обратно зайти сюда. Ладно, придется обратно зайти сюда. Билдинг. Типис. Это у нас васте сторож. Да, я грязный сторож. Ну, последняя рабочая профессия. Ухранит. Уасте сторожа. Уасте... Уасте сторожа. Уасте сторожа. Краны small, краны big. Нам-нам-нам-нам. Ладно, не то я открыл, но все равно они похожи. Ресурсы визуализации, ресурсы визуализации. Позиции указаны тут. Блин. Взял закрытую папку. Квасты. Экраны small. Не мог я маленькая. Ага, вот. Квасты экраны big. Вот оно есть. Ресурсы. Тут, видите, как много ресурсов визуализации. Я вообще, в принципе, сейчас их скопирую все. Закину. Немножко ниже той позиции, которая у меня есть. У нас вот ресурсы визуализации. Закину. Сохраним. Да, найти изменения у меня могут. Ладно, построим по новой, да. У нас изменения, построенное здание, могут не войти. На самом деле, да, хотелось бы, чтобы все-таки этот мусор у нас как-то появлялся на хранилище. Но с этим, возможно, придется долго разбираться. Можно было, на самом деле, взять ванильное хранилище и сделать у него раздельное хранение мусора. Я не знаю. Ну, а может, логично встроить таких хранилищ. Сразу 8 по типам мусора. Так, показать все. Хранилище. Вот оно у нас есть. Как оно строится пока. О! Можно, конечно, попытаться так отредактировать какое-то закрытое хранилище. Я не знаю, как именно работает эта система визуализации самых. С этим я особо не разбирался. Разбирался когда-то, делал в редакторе свои издания, уборники. Но там я разбирался, прописывал, но уже никто не так работает. Хотелось бы мне хотя бы, чтобы здесь отображался, скажите мне, хотя бы смешанный мусор. Поехали, понесли. Надо его же смотреть. Где он у нас? Все у вас есть. Не ныди в домик. Мусор у нас начал появляться, но на нашем полигоне для мусорохранения никак не отрисовывается. Не знаю. Хотелось бы. Может, отрисовывался бы, если бы только один тип какой-то. Возможно, в тех координатах надо писать ресурсы визуализации и прописать конкретный ресурс. Не знаю. Так что я пока похумекаю. Если удастся его доделать, то тогда вы это видео увидите со всем, наверное, процессом, что нужно там делать. Но я был не прав. У нас мусор начал отражаться, но совсем не в тех местах. Явно не там, где должен был отражаться уголь. Почему там координаты надо будет менять, подбирать. И пока у нас только смешанные отходы отображаются. А пластиковые там, все остальные как-то не видны. В принципе, возможно, придется именно визуализацию каждого ресурса отдельно делать. И, возможно, визуализацию каждого ресурса и подбирать координаты. Координаты, по идее, отнесут аж целую зону. То есть не по крайней мере направление, а такое. И вот такое направление, ширину позиции. Ну, ладно, это я буду думать над этим. Сейчас я хотел глянуть на конвейерное подсоединение. Вот где здания у нас идут входа, тут идут выхода. Четыре штуки. И входа нам, в принципе, не нужны. Их можно заменить на выходы. Но с этой стороны от дороги делать заводские соединения. Но с той стороны я не хочу. Почему? На складе у нас люди не работают. Ему надо электричество. Надо электричество ему. Люди на складе не работают. У нас роботизированный склад. Так. Дальше, что у нас получается. Склад у нас роботизированный. Тут сделать заводские выходы. Его можно будет поставить дальше. А заводы располагать уже перед ним. Заводы по переработке конкретных видов мусора. Вот органика у нас удобрения подобавлялись. Ну, в виде биоотходов. А в виде самих себя родных нет. Не знаю, почему это так. Железный лом у нас появился чуть-чуть. Алюминиевого нет. И немножко пластика появилось. Так что два. Поехал я дальше. Со всем этим возиться. Вот это вот ресурсы визуализации он. Ноль. Запомним то, что у нас тут есть ноль. И попытаемся ввести просто цифру. Координаты у нас в принципе везде разные. 7. Давайте у нас по-моему 7 же ресурсов. Нет, 8. 8 ресурсов. 7, 8. Эти убирать не буду, пускай остаются. Так. И у нас. Так. 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 Соединение. Вот. Convayer. Input и Output. Input это входные. Да. Поэтому мы вот берем Output. Копировать. Вставить. 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 В выходу мы добавили. Road Connection. Где у нас? Where is? О�에我要? Роад is where? Вод Connection. Роад. Видимо. Эти д краевные. Роад, не? Вставить. Проверную ты вашей дают Вставим 2, 3, вставим 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пускай будет 6, заводское соединение у нас звучит как connection-connection, поэтому робот не меняет, ставить координаты теперь узнать, минус 25, минус 23, вот эти несменные координаты. Это у нас как раз координата, которую нам надо менять. Идем на 10 смещать пока. Может оказаться маловато. Будем посмотреть, что у нас вышло. Можно на самом деле будет и с обратной стороны заводские соединения сделать, и со стороны грязных дорог подходов-отходов. Захочется, не захочется, будет ли в этом смысл. Бесконечное количество мусороперерабатывающих заводов мы все равно не присобачим. Нам их там, по-моему, 3-4, ну не больше 5 будет надо. Идем в хранилище. Да, ну немножко близковато на таком большом расстоянии этих самых заводских соединений можно было бы сделать и побольше. Большое расстояние я делал на 10, а надо вообще на 20, наверное, будет делать. Ну, видели, тут появились выходы у нас. Давайте еще раз его возьмем. Вместо входов конвейерных появились выходы. Вот. Поэтому, да, с одной стороны можно еще заводских соединений добавить. Можно оставить через 10. И пускай густо будет. Удобно будет подсоединяться, если что. Так. Ну, мне хочется посмотреть, естественно, на то, как начнут отображаться, и то, что я цифры поводил. Ну, идти по номер ресурса. Будет ли оно у нас как высовываться. Хотелось бы, чтоб мне дальше возиться не пришлось. Мне тогда только останется возиться с координатами. Координатами расположения мусора. Нет. Скорость не меняется. Это приоритет только если у нас есть строительная контора, и они строят за ресурсами. Так. 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 Поехали махунки. Да, в комментариях мне писали Как я скинул файлик Например, с отредактированным Вот Мне когда-то скидывали Файлик на Мыло Вот Когда-то я выкладывал Отредактированный мод На совсем другую, но тоже транспортную Игрушку На какой-то бесплатный файлообменничек Я же Я в этом деле в интернетах не специалист Поэтому Если кому-то нужно будет Чтоб я скинул Я могу-то скинуть Но еще второе такое Автомода не обидится То, что я его отредактировал Ну и так далее И так далее Но скинуть я в принципе могу Просто надо договориться Как то ли на Mail.ru То ли Нужно будет искать Какой-то файлообменничек А файлообменнички Это распространители Заразы Насколько я знаю Ну Вот у нас Бусор Так же и продолжает Рисоваться Совсем не в том месте Какие-то другие варианты Если даже и появились Возможно появились Но его еще мало У нас этого мусора Кстати Надо будет посмотреть На такую вещь А некоторые виды мусора Если я буду их покупать У соседей Они мне за них будут Денежку платить Ну как из металлолома Я например могу Делать металл То есть я могу В принципе назначить Да или паровоз Ну в общем Каким-то транспортом Закупать Например металлолом У соседей Ну за металлолом Может мне придется Платить денежку А опасные отходы Например Я буду вывозить Ну я сделал так Что у нас Ванильный Уничтожитель опасных отходов Делает из них Полезные Химикаты 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 Вот Мусор у нас Как видите Появляется Неаккуратно Отрисовывается Абсолютно Вот это Базовое хранилище Уголь Должен был появляться Но у меня По идее Что там На Единичку Ни нолик Выставлен В общем Непонятно Я не знаю Это и Систему Пообщаться С кем-то И найти Гайдик Помододелания Ну да Были видео Хороший человек Гайды По созданию Зданий Делал Но Докончил Ли он там Или нет Там Видеороликов Было не так Уж много Очень даже Полезные Как самому 3D Каких-то Этих Делать Здания 3D Редакторах Ну потому что Ну некрасиво Мусор Тут у меня Прорисовывается И без Прорисовки Мусора Ну полигон Да Типа Подземное Хранилище Ну хотелось бы Что тут Все таки Появился Этот мусор Хорошее Такое здание Например Тут смешанные Отходы Тут уже там Кучки металлолома Лежали Не знаю Я как это делать Не знаю Так что да На этом я Видео закончу Вот у нас Есть Типе Большое Очень мощное Хранилище На котором Можно хранить Раздельно Мусор Ну Единственная У меня проблема То что Ну хотя бы Если тут Вот тут Именно Лежал бы У нас Мусор Этот самый Смешанные Отходы Так что Все На этом Я с вами Прощаюсь Ну а если Кому-то На самом деле Нужны будут Вот Отредактированные Моды Это же Мне надо Будет Полностью Папку Мода Скидывать Просто Надо Как-то В переписке Договориться Как это Сделано И до скорых Модель Модель Модель